Привет! У нас сегодня передача о храме Ксимиловского Спаса, или как его еще называют, ну это передача «Московская старина», и мы поговорим сегодня о храме Ксимиловского Спаса, как еще называют, храм происхождения честных древ, желтарящего Хреста Господня, который находится в Кускуле. Дело в том, что сегодня как раз у нас праздник первый Спас, или еще праздник праздничает Семиловского Спаса, но Спас, в смысле, Господа и Суха Христа. И дело в том, что в этот день еще в Византии в 9 веке ходили часто с иконами, с крестными ходами, носили икону, и в том числе была традиция на какое-то время, там две недели по городу носили часть желтарящего древа Креста Господня, на котором был распятый Сух Христос, носили его из императорского царского дворца, который находился в Константинополе, но это город и не Стамбул, и вот его потом носили, переносили в храм, в центральный храм Константинополя, храм Святой Сапии, и потом носили уже по городу крестными ходами, выходили с иконами, в том числе и с птицей древа Господнего, и многие, так сказать, для того, чтобы осветить разные места города и, соответственно, исслить многих больных, которые тогда, там жара на востоке, да, вот время, ну вот вообще летом, и, естественно, было много разных заразных болезней, тем более древности, ну и, соответственно, вот, так сказать, после прикосновения ко кресту, вот, и к другим святыням, соответственно, происходили исцеления, ну и вот, так сказать, потихоньку соревновался вот этот вот праздник, есть, вот, изнесение, происхождение, ну, если говорить по-русски, то изнесение или, так сказать, пронесение, да, вот именно, вот, желударящего древа, или частицы желударящего древа, креста Господня, как раз вот по разным городам, ну, сначала это было в Константинополе, в других городах Кизантийской империи, ну, а потом вот эта традиция, она перешла и на Русь, и, соответственно, в Россию, и у нас тоже вот теперь часто ходят и в этот день, и в другие дни с иконами, с другими, там, с крестом тоже ходят, и вот по разным местам освящают их, и, так сказать, происходит иногда разные исцеления и всякие, так сказать, освящения разных мест. Вот, ну, и видите, даже вот один из храмов у нас в Москве посвящен как раз храм всемиоскому Спасу, вот, и происхождение, и также называется происхождение второго его названия, происхождение членов древа Христа Господня, и находится он в Кускуде. Храм этот был построен еще в XVIII веке, сам храм, вот я покажу его, такой довольно красивый, симпатичный храм, вроде бы небольшой, но вот такой довольно симпатичный, приятный храм, вот храм от Колокольня, ну, собственно, это такой храм в Арсабе, усадебный храм, построен в усадьбе Кусковы, вот, когда там владели усадьбой графа Шереметьева, вот, ну, собственно, храм был первым таким сооружением в усадьбе Шереметьево, в этой усадьбе Кускова, и был он построен еще в 1739 году, ну, тогда люди были религиозные, вот, все православные, в общем-то, да, за небольшим исключением, и первым делом, что строили обычно, да, помимо главного дома, там, жилых покоев, конечно же, храм, строили в усадьбах, вот, где можно было бы болиться Богу, соответственно, самим хозяевам усадьбы, ну, и их, так сказать, тоже прислуги, и, ну, в том числе и крепостники. Вот, ну, и вот, ну, хотя я считал, что, в принципе, храм появился, наверное, вот в усадьбе Кускове, был еще и до этого, но он был деревянным, ну, а этот уже, соответственно, был построен каменным, вот он был создан из камня, как в усадьбе Шереметьеве, это как летний такой усадебный храм, ну, действительно, вот, ну, потому что была такая летняя загородная резиденция графа Петра Шереметьева, ну, а этот был такой летний храм в этой усадьбе, вот, но до этого стоял такой деревянный храм, еще с начала 17 века, ну, и с тех пор, в общем-то, он является частью усадьбы, ну, естественно, раньше был усадебный, только лишь, так сказать, для вот членов усадьбы, да, в основном, ну, может, для гостей, но в советское время, естественно, все усадьбы национализировали, стали государственной собственностью, какой является Кусковый сейчас, вот, ну, естественно, храм стал приходским, но в советское время он вообще был закрыт и использовался для нужд музея, который здесь находится, музей Кускова, в советское время это был музей керамики, ну, а теперь это, в общем, такой, просто музей бывшей усадьбы, такой, в общем-то, художественный музей, в том числе есть собрание керамики, но не только, вот, музей-заповедник Кускова, вот, и здесь было одно из подсобных помещений, ну, может, хранили разные там запасники, разные музейные предметы, скорее всего, хранили, одно из хранили было музейных, и возвратили храм русской церкви только в 2010 году, то есть совсем недавно, меньше 10 лет назад, вот, до этого он был в собственности музей, хотя открылся он и пораньше, вот, еще в 90-е годы, собственно, ну, скорее после падения советской власти, после развала Советского Союза и образования нового государства России, вот, и в начале 90-х он был, собственно, возвращен в русскую церковь, ну, собственно, именно, именно, так сказать, вот, ну, для богослужения, да, но фактически он делал собственность, собственно, так сказать, вот именно музеем государства, а вот именно непосредственно уже ведение церкви он перешел в 2010 году. Вот, ну, и настоятелем этого храма долгое время был священник Борис Токарев, вот, ну, собственно, с начала, вот, в общем-то, его возрождения в начале 90-х и вплоть до 2018 года, то есть только год назад, вот, как раз в обыске, вот, в 2018 году был всегда назначен новый настоятель, им стал священник Александр Алешин. Ну, а до этого, в общем-то, весь храм практически был поднят, отреставрирован, восстановлен полностью уже сейчас, да, и на трудами священника Бориса Токарева. Вот, ну, и такой интересный храм по стиле церкви Рококо, вот, этот стиль, он был господствующим при правлении императрицы Анны Иоанновны у нас в Российской империи, в России, да, вот, ну, такой очень красивый храм, двухэтажный, кстати, заметьте, да, первый этаж, вот, второй. Он такой, ну, правда, на самом деле небольшой, я как-то там был, прям совсем маленький храм, заходишь там буквально, ну, не знаю, может быть, там, 20-30 человек может поместиться. На самом деле, приход небольшой совсем в этом храме, ну, потому что, в принципе, по сути, он же находится на территории усадьбы, вот, то есть там, по сути, никто рядом не живет, жилых домов очень далеко находятся, ну, где-то несколько километров, наверное, ну, ну, может, не несколько, ну, километра, наверное, два, ну, вот так вот, до жилых домов, да и то они находятся уже за пределами садь, там, на аллее Жемчуговой, там, на Вишняковской улице, вот, это она, на улице Юности, по которой он учится, вот, так, вообще жилых домов нет, вот, ну, и поэтому, в принципе, здесь, конечно, прихожан совсем немного, вот, но храм, вот, видите, красивый, уже сейчас уже полностью установленный, вот, двухэтажный, одноглавый, и вот, заметьте, значит, на вершине головы находится фигура ангела с распространенными крыльями, парящий такой ангел, вот, и вот храм был построен, видите, очень такой красивый стиль Рококо, а колокольня, она уже была пристроена в 19 веке, то есть, и она построена уже в стиле классицизма, немножко другой стиль, хотя, в принципе, вот, если мы посмотрим на внешний вид, то, в общем-то, он кажется единым, единостильным, то есть, у него, ну, трудно даже вот, по стилю, ну, да, колокольня немножко построже, но все-таки, вот, если мы брать фигуру ангела, да, что-то, такие вот, и скульптурные изображения здесь вот еще на барабане, вот, это вот, завершение, да, то, фактически, ну, вот, даже они очень похожи, вот, по-другому, ну, вот, эти украшения, они уже, конечно, для классицизма, для ампира, они вообще не свойственны, вот, это больше барокко или Рококо, вот эти стилии такие, красивые, затейливые, со многими разными декоративными украшениями. Вот, и вот, обратите внимание, тоже наш шпиль в колокольне, очень такая, большой такой шпиль, он такой, именно, отличается своей, именно, высотой, таких высоких шпиль не так много, вот, у нас и в Москве, и в стране, в общем, шпиль он, конечно, такой отличается, вот. Ну, и здесь восемь колоколов, в принципе, располагается вроде как, вот, раньше, кстати, еще вот на крыше здесь были еще несколько статуй, сейчас только вот ангел, да, украшают в конце, а раньше было еще несколько скульптурных композиций, скульптурных статуй, вот, которые были созданы изначально при строительстве храма, ну, в XVIII веке, но потом их убрали, оставили только вот здесь барабан, на украшении как-то барабане несколько, но здесь одна только видна, а там еще есть, там, еще, там, две, вот. Вот, ну, и тоже видим, вот, декор и портик есть сохранился, пилястры, вот, ну, вот, миша, да, со скульптурными изображениями вот на барабане тоже есть, вот такой фронтончик такой небольшой тоже видим, с люкарной, вот, ну, так, декор довольно, ну, есть тоже, в общем-то, пеленки на колокольне, ну, вот, в принципе, такой декор достаточно сдержанный, хотя и есть, конечно, несомненно, и вообще такое довольно приятное впечатление оставляет эта церковь. Ну, и внутри, в интерьерах, также находится резной иконостас с драгоценными камнями, жемчугом, ну, жемчуг тоже драгоценный камень, вот, ну, и этот иконостас от святыни, она пользуется большой популярностью москвичей, вообще, вот, в храме молились и Елизавета Петровна, Екатерина II, Александр III, Николай II, то есть, несколько императоров даже молились, ну, и многие другие знаменитые, люди тоже здесь были. Ну, поскольку в советское время храм был закрыт, вот, то росписи там не сохранились старые, и храм был расписан заново в 2010-х годах, ну, то есть, тогда, когда перешел уже снова к православной церкви, ее собственность. Вот, ну, и помимо вот резного иконостаса, который сохранился каким-то образом, ну, наверное, его, может, запасника хоронили, вот, старый еще иконостас дореволюционный, в ней еще есть такая очтимая икона Иоанна Многострадального, но это такой был святой монах, который много скорбей претерпел в земной жизни, вот, ради того, чтобы угодить Богу. Ну, и богослужения здесь бывают в этом храме Химиловского Спаса, в общем-то, по воскресеньям всегда бывает, ну, и по большим праздникам в основном. Вот, ну, и в некоторые другие дни, ну, во-первых, был по память великомученика Пантелеймона не так давно, тоже была служба здесь храме. Ну, а здесь, в принципе, бывают такие, в середине недели здесь бывают службы нерегулярно, поэтому регулярно только по воскресеньям утром в 10 утра, а в воскресенье в 9.30. А в 9.30 или в 10 иногда бывают службы. Ну, и на даче, накануне больших праздников, все ночные в день, это уже вечерняя служба, в 5 вечера начинаем. Вот и все. Ну, а так, такие праздники, там, надо смотреть расписание, на сайте расписание можно посмотреть. Значит, поскольку храм находится на территории усадьбы, огороженной территории, то, в принципе, вход на территорию усадьбы платный, но, когда бывает богослужение, то пускай бесплатно. То есть, войти можно бесплатно вне богослужения, в часы, вернее, богослужения, когда вот идет именно служба, то есть, вот в воскресенье, допустим, утром, там, или какие-то другие дни, когда бывает, ну, или вечерняя служба, если она есть, то пускай бесплатно, именно вот, для того, чтобы храм посетить. Ну, а так, вход в другие дни, когда службы нет, войти, конечно, можно, все, но это за деньги. Тогда входят 50 рублей. 50 рублей для того, чтобы войти на территорию усадьбы. А дальше там уже можно ходить гулять сколько угодно, без посещения разных домиков, экспозиции, дворца и так далее. Там отдельная плата. А так за 50 рублей можно где гулять, но и заодно зайти в церковь тоже можно. Пожалуйста. Ну вот, наверное, все, что хотелось бы мне сказать про этот храм Всемилостого Спаса в Кускове. Ну, такая главная информация. Ну, если что-то еще будет, какие-то мысли об этом храме и так что-то появится, то я, конечно, вам тоже сообщу. Это была передача Московская старина и мы говорили здесь о храме Всемилостого Спаса в Кускове. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok